Здравствуйте, друзья! Здесь, в этом ролике, я решил пожестить, но не в смысле каких-нибудь откровенных оскорблений, а ужесточил ситуацию. А именно, значит, сценарий такой. Человек, который должен, совершил акт суицида, но его откачали. Давайте посмотрим, как реагируют эти взыскатели на такие события. Очень интересная реакция. Таких роликов будет несколько. Слушаем первую. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне смартин останется Геннадьевич, банк, хоум, кредит. Татьяна Ивановна, могу услышать? Нет, не услышите ее. Еще долго. Алло. По какой причине? Да, в госпитале. Что? В госпитале. У нее сейчас номер телефона имеется? Он ей сейчас не нужен, она не сможет им воспользоваться. То есть она без сознания находится? Она, да, она в коме, она уксус выпила. Можете предоставить в банк, хоум, кредит, справку, что она в коме находится? Зачем? Вам недостаточно того, что что-то такими вещами шутят, что ли? Вот вы довели ее до такого состояния, еще вам подавая справку. Вам не стыдно? Я бы на вашем месте просто трубку положил и все. Это разные бывают случаи. В смысле, какие разные? Это не случай, это трагедия. Случай тогда шел и обосрался. Вот это случай. А вам говорят о человеческой трагедии. Ну, нам говорят и о том, что человек умеет. И что теперь? То есть и вам плевать? Вам справку подавай? Ну, чтобы вам звонки не поступали, логики доставят справку. То есть до такой степени душа мертвая у сотрудников банка, что вы будете вам вот это... А не, ну вот вы позвонили, вам что, пометить негде, да? Я помечу, но это не значит, что звонки не будут поступать. Зачем будут звонки поступать? Поэтому я рекомендую вам предоставить справку. Не-не-не, вопрос четкий, конкретный. Зачем звонки будут поступать? Цель звонков. Взыскать денежные средства с инвалида? С человека до состояния инвалида, которого довели в банки? Еще продолжать взыскивать? Сами-то слышите себя? Еще раз повторяю. Я прекрасно понимаю, но... Ни хрена вы не понимаете. Юноша, вы ничего не понимаете. Если бы вы понимали, вы бы сейчас извинились и положили трубку. Я вам рекомендовал предоставить справку в банковом кредит, чтобы она сейчас в коме находится. Вы вообще понимаете? Вы думаете, что больше нечем заниматься сейчас родственникам, как вот бегать, справки предоставлять? А вы не представляете, не понимаете... Вы понимаете хотя бы вообще ситуацию? Можете как-нибудь ассоциировать ее с нормальными человеческими отношениями? Я могу, но... О какой справке сейчас может идти речь? Ну хорошо, не предоставим мы справку. Что дальше? Звонки будут продолжаться? Ну пускай продолжаются. Дальше что? Хорошо, если вас это устраивает. Нам похер на вашу заседание. Да, друзья, есть у нас еще ролики, очень интересные. Будут они выкладываться вот на эту тему. Да, она немножко жесткая, соглашусь. И здесь может быть кто-то со мной поспорит о целесообразности такого вот экстрима, таких импровизаций. Но все-таки, понимаете, нужно же зацепить, надо поднять вот эту гниль. Надо продемонстрировать всю сущность. И вот таким вот образом, я думаю, тоже, в принципе, допустимо демонстрировать всем тем, кто не понимает вот этого всего, да, что и кто с ними вступает в контакт, что за нелюди там работают, да. Вот этот вот тип, он хоть голос грустный сделал. У меня есть в коллекции вообще там шедевральные моменты, которые чуть ли не заявляют откровенно, что им похер на то, что произошло, им важнее деньги, я на работе, типа бла-бла-бла, и я делаю свою работу. То есть ставят в достоинство перед общечеловеческими какими-то устоями, моралями свою вот эту никчемную работу. До такой степени они любят ее. Ну, что говорить, ущербная публика. Ладно, друзья, давайте, как говорится, отложим вот эти вот все негативные моменты в сторону, а будем, как говорится, смотреть на ситуацию в реальности. А в реальности все очень просто. Кредит можно не платить. Если у вас нет сил, нет возможностей, нет средств, если в конце концов у вас нет желания, потому что вы уже давным-давно переплатили, а таких случаев тоже очень много, пожалуйста, можете кредит не платить. Но это не значит, что просто, грубо говоря, взять и забить. Ни в коем случае. Нужно с ситуацией разобраться, правильно все сделать. Как правильно сделать, вы можете узнать, посмотрев видео на нашем сайте. Ссылочка на видео в описании этого ролика. Ну, или, если хотите, вы можете сейчас вот прям посмотреть в правый верхний угол видеоролика, и там выскочит подсказка. Как раз вот она, посмотрите, да? На нее нажмете, и она кликабельная. Это как раз тот самый сайт наш. На сайте тоже, соответственно, как я и говорю, выложено видео. Это видео будет полезно для всех. Для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, и для людей, которые просто желают разобраться. То есть там достаточно много информации, именно презентация, как мы работаем, что мы делаем, в какие сроки, да, сколько стоит, это тоже важно. Но, понимаете, так выложено, все так предложено, с минимумом юридических терминов, чтобы вы поняли, разобрались, и, наконец, приняли то самое важное решение. Важное оно, потому что действительно хватит кормить этих лоботрясов. Они будут доить вас столько, сколько им захочется, пока вы будете это позволять делать. Ну, поставьте лайк за ролик, продвигайте в соцсетях, делитесь в соцсетях этими роликами, подписывайтесь на наш канал, если по кем-то причинам вы еще этого не сделали, и вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка на группу в описании нашего ролика. Есть там все ролики с YouTube, с нашего канала дублируются. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия. До свидания.